Привет всем! Буквально вчера мне задали вопрос на моем YouTube-канале, как я выучила английский, чтобы мне можно было свободно учиться в американском вузе, поэтому я решила пройти на кампус своего американского вуза и снять вам видео, в котором я рассказываю, как я выучила английский и, может быть, даже дать советы вам, как вам выучить английский до такого уровня, чтобы можно было приехать в США и учиться здесь. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь я рассказываю про бесплатное образование в Европе и в США. Я обучала в Европе на программе бакалавра абсолютно бесплатно и сейчас я обучаюсь в США на программе магистратуры тоже абсолютно бесплатно, поэтому подписывайтесь и ставьте лайки. Так как сегодня просто офигенный день, сегодня солнце, светит тепло, но не так уж, чтобы и жарко. Травка цветет, деревья цветут, все очень красиво, все очень замечательно, поэтому решила снять видео не дома, как я обычно снимаю, а здесь на кампусе своего университета. Сегодняшнее видео будет разбито на две части. В первой части я расскажу, как я выучила английский, какой был мой путь, он был очень сложен и тяжел. И во второй части я дам вам советы, как вам выучить английский до такого уровня, чтобы можно было приехать в США и здесь учиться. Хочу сразу сказать, что я до сих пор учу английский, до сих пор есть слова, которых я не знаю, хоть, понятное дело, я с репетитором сейчас не занимаюсь, и я английский свободно воспринимаю и на речь, и читаю, и пишу, но все равно есть слова, которых я не знаю. Самое недавнешнее слово, о котором я узнала, это слово, которое обозначает беседку, и это слово будет газибо. Для меня это было просто абсолютное удивление, потому что никогда в жизни я бы не предположила, что беседка будет газибо на английском, но вот век живи, век учись. Поэтому всегда нужно понимать, что уровень английского будет у вас улучшаться с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем изучения. Даже когда вы переедете в другую страну и здесь будете находиться, да, общаться с носителями языка, каждый день вы будете подчеркивать для себя что-то новое, то есть это нужно иметь в виду. Но в сегодняшнем видео я именно расскажу о том, как выучите английский до уровня такого, чтобы вы сюда приехали и чувствовали себя комфортно. Это не значит, что вы будете здесь идеально английский, это не значит, что вы будете знать все слова. Я всех слов не знаю, да, и там. Люди, которые в США живут 20 лет, возможно, не знаю всех слов. Поэтому нет предела совершенству, но сегодня мы с вами просто проговорим про мой путь изучения языка и какие советы я могу дать вам. Мой путь английский я начала изучать только с восьмого класса школы. До этого английский, понятно дело, преподавался у нас со второго класса, но, понятное дело, я его не изучала до тех пор, пока мне папа не сказал, иди учи английский с репетитором. Поэтому с восьмого класса я начала, кстати, учить английский и испанский одновременно, но потом в одиннадцатом классе решила сдавать ЕГЭ именно по английскому языку, поэтому на испанский немного подзабила, но все равно немножко на нем говорю и понимаю. Так вот, соответственно, это восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый классы были очень насыщены в изучении именно английского языка и была подготовка к ЕГЭ. Мне кажется, в этот период, конечно же, я выучила грамматику английскую, да, какие-то правила, построение предложения, то есть всю базу мне дал репетитор в эти четыре года. Репетитор Алиса, до сих пор с ней дружим, она просто зашибись, очень классная. Мне очень повезло с репетитором. После этого я еще год училась в русском вузе на программе РГФ, РГФ – это романы германской филологии, и училась я там, потому что мне нужно было этот год где-то провести до сих пор, пока я не поступила в Европу. То есть, я в России проучилась год, и именно на факультете моем мы тоже изучали английский язык, и после этого я уже переехала в Будапешт, и там училась три года на английском языке на программе бакалавриат. И тут я вам хочу сказать, что самый лучший способ выучить иностранный язык – это пройти обучение на этом языке. Даже если это обучение не происходит, там, не знаю, в США либо в Англии, я получила свой бакалавр в Венгрии. В Венгрии официальный язык венгерский, но обучение у меня проходило на английском языке, все книжки, которые я читала, все материалы были на английском языке. Поэтому английский за эти три года очень сильно потянуло именно из-за этого академического, академической составляющей. После этого я еще год работала в Венгрии, и потом переехала в США, и сейчас я уже в США нахожусь второй год, и, понятное дело, английский у меня с каждым днем, надеюсь, с каждым днем улучшается. Вам не нужен идеальный английский, чтобы переехать в США, и здесь свободно учиться. Что вам нужно – это хорошие результаты экзаменов, и если вы собираетесь учиться именно в США, я вам советую сдавать TOEFL, потому что этот экзамен точно принимается абсолютно везде. Вам нужно набрать определенное количество баллов по этому экзамену, и если вы это определенное количество баллов набираете, это значит, что ваш уровень английского языка подходит для обучения в США. Вы когда заходите на сайт одного из вузов, в который вы хотите поступить, они пишут минимальный балл TOEFL. То есть, если вы этот балл набираете или набираете больше этого балла, это значит, что уже по меркам этого университета вы сможете переехать сюда и спокойно здесь на английском учиться. Поэтому не думайте, как же мне понять, хороший у меня английский, смогу ли я свободно учиться, когда перееду в США. Просто возьмите тест, пройдите этот тест, не хотите брать TOEFL, потому что он дорогой, пройдите тест Duolingo, вам тоже он даст балл. И поэтому тест вы можете спокойно определить свой уровень и уровень и понять, если вы сможете учиться в США или нет. А сейчас давайте я вам дам советы. Советы у меня не гениальные, наверняка все их слышали. И самый мой первый совет, он очень скучный, но он очень классный. Это читайте книги на английском языке. Вы можете, понятное дело, смотреть фильмы, слушать музыку, аудио какие-то, подкасты, да, это все здорово. Но лучше всего, конечно же, это читать книжки, переводить, читать статьи, переводить непонятные слова. Да, это скучно, да, это не так интересно, как смотреть friends с какими-то переводами, покупать какие-то там курсы, которые вас научат английскому языку за три часа. Нет, в это я все не верю. Открывайте книжку, каждый день по 20 минут сидите, читайте, вот вам весь секрет. Улучшение вашего вокабуляра, улучшение вашей лексики, улучшение вашего уровня чтения, да, все оно будет улучшаться за счет чтения. Второму совет, тоже гениальный совет, лайфхак вообще, да, как выучить английский язык или вообще любой другой язык, это подготовка к экзаменам. Да, понятное дело, готовиться к экзаменам, это надоедливо, это сложно, но хотя бы у вас будет какая-то цель. Как я уже сказала, выучить английский это не какая-то финальная точка, к которой вы можете прийти и сказать себе, да, ой, все, я выучил английский, я его идеально знаю. Нет, вам нужна вот эта измерительная черта. Как вы поймете, что вы выучили английский до для нужного вам уровня? Вам нужно знать тест. Чтобы этот тест дать, вам нужно к нему подготовиться. Так, если вы хотите выучить английский до уровня, не знаю, 100 баллов по TOEFL, в следующем году назначите себе дату, когда вы этот TOEFL, пройдете этот экзамен, да, TOEFL, его сейчас можно знать онлайн. Купите, может быть, даже себе этот экзамен на ту дату, там, через год. И в следующий год готовьтесь к этому экзамену. Вот просто сидите и готовьтесь, проходите тесты, читайте материал, да, который доступен для подготовки к этому экзамену. Это все вам очень сильно поможет и даст вам вот эту финальную цель, к которой вы будете стремиться. А не просто бессмысленно сидеть каждый день, да, и что-то пытаться выучить. Так и мотивация быстро пропадет, так и вы забьете на это дело очень быстро. Поэтому, да, готовьтесь к экзамену. Третий совет, это тоже, наверное, достаточно банально, но я бы вам посоветовала найти какого-то человека, с которым мы смогли бы на английском языке общаться. Это может быть онлайн, может быть даже с каким-то вашим русским другом, хотя я обязательно советую с иностранцем лучше общаться на английском языке, потому что очень часто со мной тоже такое бывало. Я переехала в США и поняла, что из-за акцента, да, акценты здесь очень разные, я не всегда людей понимаю, не всегда понимаю, что они говорят. Поэтому именно вот так общение с носителями языка, оно очень важно. И сейчас в мир развитых технологий вы можете найти любого человека онлайн, вы можете подписаться на какие-то сайты, да, на которых вы будете общаться с другими людьми. Может быть вы будете кого-то учить русскому языку, а они вас будут учить английскому языку. То есть это тоже вообще классная тема. И последний мой совет это, понятное дело, езжайте за рубеж. Вы можете выучить английский до определенного уровня, находясь в своей родной стране, да, и общаясь каждый день на своем родном языке, вы только сможете выучить английский до определенного уровня. Чтобы выучить его на уровень выше, нужно переехать в среду, в которой у вас не будет выхода и придется общаться на английском каждый день. Я считаю, это такое самое главное правило, и понятно оно сейчас не для всех доступно, да, не все сейчас могут позволить взять и переехать за рубеж, но это очень классная тема. Как я сказала, как только я переехала в Будапешт и жила там три года, хоть и там национальный язык страны венгерский, а не английский, все равно за счет того, что я общалась только с иностранцами, общаться я могла только на английском языке, у меня просто не было выхода, мне приходилось говорить только на английском языке постоянно, и, понятное дело, это очень улучшило знание языка. Вот, вот и все, никаких суперских секретов я не раскрыла, никаких суперских секретов я не раскрыла, но, надеюсь, вам было интересно послушать. Пишите ваши советы по изучению языка внизу в комментариях, и я с вами увижусь в следующем видео. Пока!